Сегодня в городе над Буком состоялось торжественное открытие нового помещения специальной библиотеки филиала номер 12 для инвалидов по зрению. С этого дня новым адресом культурного учреждения стал бульвар космонавтов, самое сердце областного центра. В мероприятии приняло участие руководство города, представители городской библиотечной сети, а также читатели, для которых созданы максимально комфортные условия. По появлению нашего нового помещения, возможно, с того, что им будет легче передвигаться по библиотеке, потому что у нас была очень маленькая библиотека, всего лишь 30 квадратов. Мы обслуживали 925 читателей, выдавали 26 тысяч книг за год и 9 тысяч посещений у нас было читателей. 43 читателя мы обслуживаем на дому, у нас есть надомный абонемент, два предприятия мы обслуживаем еще тоже на рабочих местах. Все-таки центр города. Увеличится опять-таки количество наших читателей, возможности, все-таки, представьте себе площади, какие. Мало того, конечно, здесь оснащение самой библиотеки, современной литературой, современными техническими средствами для инвалидов по зрению, даст возможность и привлечь читателей, и создать ему более комфортные условия. Библиотека располагает специальным универсальным книжным фондом для людей с ограниченными возможностями. Это книги, изданные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайли, аудиолитература на дисках в MP3 и CD формате. А с приездом в новое здание читатели с помощью уникального устройства смогут без всяких усилий прочесть любую понравившуюся книгу. Уникальная машина, она сейчас готовится специально для нас в Соединенных Штатах Америки, это читающая и сканирующая машина «Сара». У нее очень много возможностей, но, конечно, основное это то, что она читает любой документ, книгу, письмо, напечатанный документ. Мужским, женским голосом, на любом языке, и читателю не нужно прикладывать для этого никаких усилий. Он просто зайдет вот в нашу читающую, значит, специальную кабину, которую мы приготовили для читающей машины. Библиотекарь положит на сканер читающей машины книгу, и дальше машина даже будет ее листать, то есть даже нужно будет перелистывать. Боевелась возможность, и мы, не сомневаясь, создали это помещение. Конечно, его взяли между руками в аренду любой предприниматель в центре города, но мы отдали ее библиотеке. Уложили всегда 700 миллионов рублей только в ремонт. Это одно из таких больших-больших-больших звеньев государственной политики, которая направлена на создание комфортных условий и соответствующих условий для инвалидов. Завершающим аккордом торжественной церемонии открытия стало вручение руководству библиотеки презентов от давних партнеров, представителей частного унитарного предприятия «Вертекс Брест» и брестской городской организации «БелТИС». Примечательен тот факт, что в этом году Белорусское товарищество инвалидов по зрению отмечает свой 90-летний юбилей, поэтому сегодняшнее новоселье стало щедрым подарком от руководства города. Продолжение следует...